Друзья, привет! И в этом видео я хочу рассказать вам про свою первую татуировку, о своих впечатлениях, о стоимости, о смысле, о боли и вообще о всяких таких вещах, которые были очень интересны мне. Поэтому давайте будем тянуть и поехали! Первое, о чем я хочу сказать, это то, что я хотела татуировку где-то с 14 лет, и идеей у меня было просто огромное количество. Но, вы знаете, я смотрела много видео разных людей, которые говорили, что как хорошо, что я не сделала татуировку в 14-16 лет, потому что мои вкусы поменялись, мои взгляды на что-то поменялись. Так вот, я поймала себя на мысли, что в принципе мои взгляды на татуировки не поменялись, и то, что я хотела лет 5 назад, в принципе, то же самое актуально для меня и сейчас. И в первую очередь, наверное, это по самой первой причине, собственно, мы затронем сейчас смысл. Это смысл, который я вкладываю в татуировки, потому что, несмотря на то, что я люблю очень много татуировок разных и цветных, и черных, и там черно-серо-белых, разных совершенно, но все-таки я лично для себя хочу вложить какой-то смысл в сие действия, и я никогда не буду делать татуировку без смысла, потому что я очень хорошо знаю себя. Если я подам себе такой сиюминутной слабости, то я очень такой человек в плане интересов ветреный, мне сегодня нравится одно, завтра другое, но то, во что я реально вкладываю какой-то смысл, то, что для меня ценно, то, в принципе, для меня никогда не устареет и не станет для меня каким-то неактуальным. То есть я руководствуюсь таким принципом, что если я хочу сделать татуировку, то она должна быть на моем теле, и она должна или о чем-то напоминать мне, или быть каким-то смыслом по моей жизни, или, в общем, это должно быть напоминание о чем-то. О чем-то приятном, о чем-то даже может быть неприятным, это не имеет значения. Важен именно смысл для меня. Это абсолютно не значит, что я там негативно отношусь к тем людям, которые делают татуировки там просто ради красоты, нет, это абсолютно не так. Для меня татуировка это искусство, и я просто получаю колоссальное удовольствие, когда рассматриваю всевозможные работы, и цветные, в частности. Несмотря на то, что я на себе не хочу делать цветных татуировок, ну, может быть, за исключением каких-нибудь минимальных просто деталей, но в целом я хочу, чтобы гармония была именно в черном цвете. А, собственно, свою татуировку я вам сейчас покажу, и покажу фотографии, покажу, как она выглядит. Сильно в смысл, друзья, вдаваться не хочу, потому что все-таки это мое личное, но я вам уже сказала, мое отношение к татуировкам для меня смысл действительно очень важен. Следующее, что я затронула, это очень важная и важная роль, это мастер, тату-салон, и, в общем, то место, и тот человек, у которого вы будете делать свою татуировку. Я этому моменту уделила очень большое внимание, и прошерстив много всякой информации, я поняла, что моя татуировка не такая прям супер-мега сложная, чтобы идти к какому-то очень классному мастеру, который рисует там портреты с фотографией, да. Поэтому я пришла к выводу, что мою татуировку, в принципе, запросто делает человек мастер в просто хорошем тату-салоне в Москве. Поэтому я залезла на топ-10 лучших тату-салонов Москвы, я выбрала там, по-моему, второй. Вот, просто приехала туда, привезла эскиз, мы там посоветились, мне, кстати говоря, выбрали, помогли мастера выбрать более, наиболее выигрышный эскиз для меня, который действительно оказался лучше, чем то, с чем пришла я. Реально, очень круто, что я не сделала то, с чем я пришла, потому что я бы, наверное, в этом пожалела, поэтому я безумно, безумно благодарна. Я оставлю все ссылки от этого салона, потому что, ну, действительно, там работают мастера своего дела, мне все очень понравилось. Следующее, что меня очень волновало и наверняка волнует вас, это тема боли, потому что я человек, который очень боится иголок всевозможных, я могу запросто шмякнуться в обморок от простого укола в палец, что, собственно, чуть не произошло вчера, когда мне брали кровь из пальца, вот реально у меня просто, я подумала, сейчас упаду, мне было так плохо. Вот, и я лишний раз убеждаюсь, боже мой, пусть лучше я перенесу несколько сеансов татуировки, чем мне будут брать кровь из пальца, из вены, из чего угодно. Вот, и если максимально, да, по десятибалльной шкале, то, наверное, ну, мне делали на не особо болезненном, так скажем, месте, но вот только когда вот ближе к подмышке начинает туда сзади, там кожа более тонкая явно, там было немножко больно, но это не та боль, о которой, я не знаю, она так сильно беспокоится, друзья. Татуировка была абсолютно практически безболезненна, я сидела, просто чуть не засыпала, пока мне ее делали. Может быть, у меня, я не знаю, высокий болевой порог, что-то такое, но действительно, я человек, который пережил септум, пирсинг септума, и вот лучше я переживу сеанс татуировки, чем еще один раз я сделаю себе септум, потому что это была адская боль в носу, у меня дико текли слезы, мне было очень сильно больно, плюс у меня еще все заживало, и я уверена, что септум себе я не приколю больше никогда, потому что это очень и очень больно. Если септум это 9 из 10, если не 10 из 10, то татуировка, ну где-то 2 из 10, то так, за большим натягом можно спокойно сидеть, о чем-то думать, разговаривать с мастером, сидеть в телефоне, то есть, друзья, это абсолютно не та боль, которую нужно бояться, особенно если у вас какая-то классная идея, если у вас есть мечта сделать татуировку, и вы очень этого хотите, вот все остальное просто отходит на второй план, поэтому, друзья, не бойтесь вообще, вот я человек реально дико боящийся боли, и голок особенно, поэтому татуировка для меня была чем-то таким, знаете, даже как психосеанс какой-то, расслабляющий психотерапии. Что касается стоимости на татуировке, конечно, не стоит экономить, не стоит делать непонятно у кого, и за дешевку, конечно, есть даже салоны, некоторые делают скидки, у них проходят какие-то акции, это другое дело, но скажу сразу, я не буду озвучивать прям цену, но татуировка стоила прилично, то есть на нее мне пришлось достаточно несколько месяцев откладывать какую-то определенную сумму, то есть сразу я бы себе не смогла ее позволить, вот, но так как Новый год, я хотела себе сделать очень подарок, который я мечтала много-много лет, в общем, я была дикой, счастлива, вы не представляете, какие-то были эмоции после посещения салона просто, я не знаю, я на неделю ходила просто наполненной адреналином и эндорфинами, это просто что-то с чем-то было. То есть действительно это событие, оно очень затронуло мою жизнь, у меня остались там всякие фотографии, я просто сохраню их себе на память, что это моя первая татуировка. По поводу планов на другие татуировки, они безусловно есть, их очень-очень много, и то, что я, например, сделала сейчас, это часть, только маленькая часть основной идеи, которая, собственно, будет на этой руке, на правой, так как она не имеющая всего родинок, вот, и идеи безусловно очень много. Татуировки это дорогое удовольствие, скажу сразу. Одно дело, если вы делаете там какую-нибудь малюченькую, не знаю, смайлик или сердечко, это одно дело, но если у вас действительно какая-то есть крутая, большая, крупная идея, то это стоит денег, и это оправданно стоит денег, поэтому я считаю, что можно завести отдельный себе конвертик или откладывать на карточку денежку на татуировки, в принципе, можно себе позволить такое удовольствие на какой-нибудь, там, праздник, если вам татуировки интересны. До заживления я вообще не парилась, потому что мне сделали, я попросила, чтобы мне сделали такую пленку специальную, которую ты носишь 5-7 дней и вообще не снимаешь. Вот, и потом после этого ты ее распариваешь, отдеряешь, и просто несколько раз в день мажешь какой-нибудь заживляющей мазью, я, в свою очередь, мазала пантенолом несколько раз в день, она немножко почесывалась, так, ну, каких-то особо неприятных ощущений вообще не было, то есть она очень хорошо зажила, никаких дискомфортных ощущений мне не доставляла, поэтому, наверное, я советую вам именно вот такую пленку, я забыла, как она называется, то есть не просто пищевая пленка, а просто вот вы наклеили ее и забыли на несколько дней, у вас там все заживает, затягивается, а потом вы просто мажете каким-то заживляющим кремом или мазью, и все, в принципе, хорошо, поэтому моя татуировка зажила в целом вот полностью за 2 недели где-то, то есть я считаю это очень даже хорошо, я потом и... Я где-то уже через 5 дней занималась спортом, отжималась, там, все такое делала, никаких проблем с этим не испытывала. Чтобы вы особенно не боялись боли, копили денежку, искали своего хорошего мастера, и я уверена, что для вас в этот день действительно будет огромное количество впечатлений, положительного стресса, как я бы сказала, и все будет отлично, так что, если вам было интересно это восторженное просто видео, потому что я до сих пор вспоминаю все свои эмоции, у меня же прям дух захватывает, то, пожалуйста, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, обязательно оставляйте запросы на следующие видео, хотя у меня хоть так уже целая гора скопилась, но, тем не менее, я всегда рада вашей обратной связи, вашим комментариям, тем, кто пишет мне в личку, большое вам спасибо, мне это действительно очень приятно, очень нужно, и вы меня вдохновляете на следующие видео, поэтому, да, пока-пока, до встречи в следующих видео!